Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Каждый год примерно в одно и то же время мусульмане всего мира попадают в неловкое положение, когда СМИ из самых разных стран запускают репортажи о том, какими самоистязаниями в этот день занимаются некоторые люди, относящие себя к исламу. Речь идёт о том, как ведут себя некоторые группы шиитов в День Ашура. Ежегодно они выражают таким образом траур по поводу трагической смерти внука пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, Хусейна ибн Али, да будет доволен им Аллах, им и его отцом. В День Ашура шииты устраивают массовые акции, и участники этих акций, публично причитая, бьют себя по лицу и груди, режут себе лицо, делают размашистые удары цепями и ножами по спине, истекая кровью и нанося себе серьёзные увечья и травмы. Это жуткое зрелище вызывает отвращение к исламу у немусульман и становится причиной замешательства и стыда у самих мусульман, непричастному к такому поведению никоим образом. Ведь такие акции – это особенность исповедования религии у некоторых течений шиитского направления, которые для подавляющего большинства мусульман являются отклонившимися от истины как в этом вопросе, так и в понимании религии в целом. Давайте рассмотрим немного подробнее, каково отношение учёных ислама в отношении самоистязания, чем занимаются шииты, рафидиты в День Ашура. И когда же зародилось это явление? Когда зародилось это явление? Хафиз, Муфасир, историк, имам Исмаил ибн Кассир Аш-Шафии, он указывает время, когда начали проводиться эти акции, и описывает, как это происходило. В своей известной книге об истории ислама он пишет «Впали в излишество рафидиты в государстве бувахидов, буидов, в границах IV столетия после хиджры и около того. В Багдаде и подобных городах в День Ашура били в барабаны, развеивали пепел и пряности на дорогах и рынках, развешивали на магазинах грубые ткани. Люди демонстрировали печаль и плач. Многие из них не пили воду в ту ночь, чтобы быть как Аль-Хусейн, поскольку он был убит, испытывая жажду. Затем выходили женщины с открытыми лицами, завывая и нанося удары по своему лицу и груди, ходили босиком по рынкам. Были и другие скверные нововведения, отвратительные страсти, позорные изобретения. А хотели они посредством этого выразить отвращение к государству Амиядов, поскольку он, Аль-Хусейн, был убит в их государстве. Смотрите Аль-Бидая уан Нихая, 8.202. Можно заметить, что имам Ибн Кассир указал на политическую подоплеку в проведении этих траурных мероприятий, отметив, что политический интерес подтолкнул эту группу к выражению религиозных чувств таким образом. И это будет еще более заметно, если обратить внимание на то, насколько такие акции неуместны с точки зрения религиозной логики. Как вы видите, в наши дни особо и ничего не изменилось. Противоречие религиозной логики. Говорит Хафиз Ибн Кассир Аш-Шафи. Его Аль-Хусейна, да будет доволен им Аллах, убийство должно печалить каждого мусульманина, ведь он один из господ-мусульман, он из ученых-сподвижников, сын дочки-посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, лучший из его дочерей. Он много поклонялся, был отважным и щедрым, но не здорово то, что делают шииты, проявляя скорбь и печаль, большая часть которой, скорее всего, искусственно и является показухой. Его отец, Али-Ибнаби Талиб, был лучше него, и он был убит, но они не устраивают ежегодных траурных мероприятий по причине его убийства и при этом устраивают траурные церемонии в день убийства Аль-Хусейна. Его отец был убит в пятницу, когда выходил на утреннюю молитву, фаджр, в 27-й день Рамадана, 40-го года, от хиджры. Также Усман был лучше, чем Али, по мнению приверженцев Сунны и единой общины. Ахлюасуна Уаль-Джамаа. И он был убит, будучи в осаде, в собственном доме, в дни Ташрика, месяца Зульхиджа, 36-го года от хиджры. Его зарезали, перерезав шею от вены до вены, но люди не стали устраивать ежегодных траурных церемоний в день его убийства. Также Умар Ибн-Аль-Хаттаб, он лучше Усмана и Али, и был убит, когда стоял в Мехраби, читая Коран в утренней молитве. И люди не стали устраивать ежегодных траурных акций в день его убийства. Также и Абубакр Ас-Садик, он лучше него, Умара. Но люди не взяли день его смерти для ежегодных траурных действ. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, господин потомков Адама, в этой жизни и в жизни последней, Аллах забрал его к себе. Он умер, как умирали пророки до него, но никто не устроил в день их смерти ежегодных траурных церемоний, которые бы совершали то же, что делают те невежественные рафидиты в день трагической гибели Аль-Хусейна. И никто не упомянул, что в день их смерти или перед их смертью произошло что-то из того, что они заявляют о дне убийства Аль-Хусейна, из того, что уже было упомянуто, вроде затмения солнца, покраснения неба и прочего. Лучшее, что можно сказать при воспоминании этих и им подобных бедствий, это то, что передал Али-Ибан Аль-Хусейн от своего деда, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал, «Если мусульманин, которого постигло бедствие, вспомнит о нем, даже если прошло много времени, и выразит при этом истерджа, то Аллах непременно одарит его наградой, подобно той, которая была в день, когда его постигла эта беда». Хадис передали имам Ахмад и Ибн Маджа. Смотрите «Аль-Бидая уан-Нихая», 8,203. Что означает слово «истерджа»? Это произнесение слов «инна лилляхи ва инна лилляхи раджиун», что значит «поистине мы принадлежим Аллаху и поистине мы к Нему возвращаемся». Явное противоречие шариату. Помимо прочего, эти действия являются прямым противоречием шариату. Независимо от того, проводятся они с уклоном в членовредительство или участники ограничиваются другими видами самоистязаний, траурными причитаниями и возгласами. А что вы думаете об этом? Напишите свое мнение. Нам и зрителям канала будет интересно знать об этом. Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов. Инча Аллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатуху.